Так, а что мы сегодня будем говорить? Мы будем говорить о замечательной модели вертолета. Замечательная модель вертолета, кстати, такую модель вертолета вам еще поискать бы надо. Хотя, в принципе, в некотором количестве эти модели уже начинают воспроизводить. Почему это дело начинают воспроизводить? Потому что это хорошее дело, кстати. За небольшой кусок пластика получить нормальные деньги – это нормальное явление. То есть, уже вернулись на круги свои тот самый пластик карт. Он, естественно, переименован, но, тем не менее, он работает. И, в принципе, некоторое количество тех же самолетов уже сейчас вы можете купить. Что касаемо этой модели, во-первых, это модель в формате не 1.72, это 1.82. Надо попробовать купить 1.72 и проверить, насколько это красиво, ровно и вообще замечательно. Ну, так пока вы смотрите этот сюжет, точнее, тот материал, я вам еще раз расскажу. Чем хорош телевидение, чем я хорош, допустим, или остальные товарищи, которые, естественно, работают прежде всего для вас. Тем, что мы вам показываем качественные сюжеты. Но, к сожалению, у нас тут немножко проблемы возникают, но это отдельная тема. Но давайте все-таки зададим вопрос. Какая она, третья-то власть? Ну, какая? Ну, вторая, понятно, да? Третья власть. Так вот, третья власть – это все-таки журналистика. Никогда я вам не советую спорить с этой третьей властью. В одной простом случае, что у этой третьей власти есть отдельный замечательный канал. То есть я в автостопе уже 22-й год, как работаю, а мой телевизионный, в смысле, тот же самый телевизионный канал, при котором я даже не прошу вас подписаться, потому что этот канал делается только для умных людей. Не надо не ставить… Хотя, если вы сможете посмотреть «Черлейки» на самые сложные вещи, вы сразу же поймете, кто я и чем я занимаюсь. К слову о том, что вот этот самолет, в смысле, этот вертолет я работал и делал его тогда, когда у меня был отдельный товарищ «Фельдфебель». Ненавижу этих «Фельдфебелей», но тем не менее, вы поймете, о чем идет речь. К слову о том, кто понимает смысл данной ситуации. Но не в том суть события, понимаете, да, то есть не надо на нас наезжать, мы все равно вам сделаем отместку. В данном конкретном случае, что я сделал, что я сделал и что мне в действительности очень сильно понравилось. Во-первых, этот вертолет вы в таком расцветке не найдете. Что касаемо этой дивной расцветки, почему я вам сейчас говорю, что в принципе я могу и машину красить, и тут особо проблем не было бы, но если бы, было немножко по-другому. То бишь, мы говорим про нанесение полосочек, рисочек и очень-очень маленьких, практически незаметных для глаза, наверное, есть, естественно. Эти вещи здесь не декализированы. Нет, дорогие мои, это я все сделал своими руками и именно со своей головой. Все, что здесь было сделано, это все я делаю. Я, конечно, не стану крутым специалистом в области аэрографии, я не такой крутой спец, естественно, но в области покраски автомобилей, это уже, кстати, достаточно модель из разряда свыше 40, то есть я уже сейчас реально могу машины красить. Вот так мы можем их сделать. Так, к слову о том, что вы уже поняли, да, что модель такого уровня вы не сможете найти в природе. По одной простой причине, это оригинальная раскраска. И давайте все-таки определимся, в чем еще эта более оригинальность модели. Ну, во-первых, здесь стандартные круглые, не круглые иллюминаторы, потому что круглых иллюминаторов вы сейчас в природе, а их очень много, вот квадратных вы не найдете в природе, потому что только одна машина изготавливалась в пластиках, делала квадратные иллюминаторы. И, тем не менее, такой вертолет был, он назывался пассажирский, Ми-6П, пассажирский. У него были такие же квадратные иллюминаторы, то есть вот представляете, да, как на нем можно было хорошо лететь, но я добавил кое-что еще. То есть что я добавил? Я добавил туда дополнительные баки, да-да-да, этих баков, ну, нету нигде в природе, 100%, поверьте мне. Вот, я их красиво сделал и слепил. Теперь давайте переговорим о сути событий. Почему эта суть событий возникала у меня в детстве? Естественно, это все было в детстве. Тогда еще не было, я никогда не мог так покрасть, потому что не было ни аэрографов, ничего. Это был, господи, боже мой, это было достаточно давно, кстати. Ну, вот. Ну, был какой-то аэрограф, а где компрессор там нужно было? Сейчас никаких проблем, все, что нужно, делается вообще. К слову о том, что в этом вертолете не было одной лопасти. И я ее сам сделал. И также не было трех лопастей заднего винта. Это я тоже сам сделал. А вы не видите, так оно и есть, господа мои. Вот, кроме всего прочего, переднего и стойки шасси не существовало в природе, мне пришлось все отдельно делать. Клево. То есть вот такие вертолеты я беру. И почему мне все это дело нравилось с детства? Потому что я всю жизнь мечтал летать. Если бы мне дали полетать, я бы сейчас, естественно, летал бы. И вряд ли бы я занимался телевидением, потому что для меня полет – это идеальный вариант. Я бы летал бы. Бесконечно. Причем я бы летал, наверное, на истребителях. Хотя, ну, говорят, что это разбивается. Но все разбивается. Вы на машину не часто ли вырезались? Я достаточно, я не вырезаюсь. Ну, пару раз было, когда один раз я заснул, один раз что-то, ну, чуть-чуть всех заметил. Ну, естественно, я сразу заплатил. То есть мне не надо тараканов, я знаю, о чем вы не тратите. Зачем страховку нужна, когда берешь с собой денежки и платишь сразу же? Вот вся сама ситуация, понимаете? Это за сколько лет? Это мои права с 1991 года. Ну, как-то так, да? Ну, ух, меня вшибались, естественно. Ну, да и ладно. То бишь, мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы это все вернулось на круги свои. И рано или поздно наш замечательный, мой уже дядя, ну, дядя, потому что мне уже скоро будет практически 50 лет. Так вот, дядя Владимир Владимирович наверняка скажет, а на чем мы далее-то будем летать? По одной простой причине мы на советских саморетах уже не летаем. В основном это все в лизинговые. И вы знаете, в лизинговые там машины были не самые крутые, это естественно. Мало того, я не сильно думаю, что все пилоты ваших самолетов, которые летают, умеют планировать. А это, кстати, необходимо делать, потому что иногда двигатели бызгаются, и надо аккуратненько их посадить. А как это все можно сделать? Да вернувшись на круги свои ДОСААФ. Да-да-да-да, в нашем ДОСААФе мы это можем сделать, вопросов нет. Надо немножко, чуть-чуть дать возможность нашему ДОСААФу раскрутиться. И на планерах излетнем, и самолетики можно будет приобрести. Это тоже можно будет сделать, в принципе, почему нет. То есть мы можем и на наших самолетах летать, они уже есть, естественно. Вот. В принципе, наши самолеты, наши большие и качественные, даже небольшие и качественные, практически такие, самолеты, которые можно посадить вдвоем, то есть они будут так же крутиться, как все остальное, но это будет изумительный вариант. Только единственное, что необходимо, это все-таки развить, развить, развить. А мы-то поможем. И вот даже не думайте, что я не могу полетать. Я могу полетать, даже невзирая на то, что у меня опры в голове, но ничего страшного. Я знаю, как она лечится, я всем советую. И я никогда не буду просить у вас деньги. Не надо этого делать. Умный человек и так поймет.